Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. Дмитрий Медведев, недоалкоголик, рассказал о том, что Российская Федерация давала гарантии безопасности Байдену, о чем говорили русские пропагандисты. Ну а вот Бортников дал интервью и сказал, что никаких гарантий безопасности, что было и так очевидно, Россия не давала Байдену. Они не согласованы между собой, а это говорит о том, что их система рушится. Пусть медленно, но процесс уверенно идет на разрушение. Разрушение путинского режима. Глава МИД Словакии послал Орбана нахуй. Качер заявил, что военная помощь Украины это морально правильно, поскольку россияне вторглись в страну и убивают украинцев. Лаконично, четко и понятно, я полностью с этим тезисом согласен. Деньги творят чудеса. Буданов рассказал, почему. Ну, не совсем рассказал. В общем, ему задали вопрос, почему в Российской Федерации так или иначе постоянно что-то взрывается, горит и пылает. Буданов сказал, что мало того, что в России есть украинцы, которые готовы действовать, так еще и в России деньги делают чудеса. Что, в принципе, само по себе дает полноценный ответ. Систему, которую создал Путин, коррупционную систему, а она работает сейчас против него. Ну, а тут комментарии излишни. Достаточно посмотреть динамику грузооборота в государствах участников ЕАБР в 2022 году. Таджикистан увеличил на 22%, Кыргызстан на 5,4%, Армения на 5%, Казахстан на 1%. Но вот Россия уменьшила грузооборот на 2,6%. А Беларусь на секундочку с чудо лукашенковской экономики уменьшился грузооборот на 25,5%. Вот что принес диктатор со своим желанием править бесконечно. Если у вас не хватает денег на еду, если вы не в состоянии оплатить коммунальные услуги, если вам не нравятся те дороги, по которым вы ходите, если вам не нравится, что вам запрещают выезжать из страны, если вам не нравится, что не работает авиасообщение в нашей стране, есть виновник всех этих бед. Он один, Лукашенко. Да, так или иначе, ему помогали его прикорытники, но он непосредственно лицо этого самого зла. Москва может мобилизовать еще миллион солдат. В Германии предрекли поведение в Российской Федерации, новой мобилизации. В армию могут отправить до миллиона человек. Об этом пишет Шпигель. Шпигель. Довольно авторитетное издание, которому есть основания верить. Ну, судя по тому, что происходит сейчас в мире, судя по тому, что Байден прилетел в Украину, потом приехал в Польшу, он однозначно заявил о том, что помощь будет продолжаться. А история говорит о том, что, знаете, Америка всегда на стороне победителя. И очевидно, что сейчас Байден знает, кому он помогает. Поэтому Путин прекрасно знает, что у него все крайне плохо. Вчера утром жители нескольких российских городов услышали по радио объявление о воздушной тревоге. Сообщается, что такие сообщения прозручали в Белгороде, Старомосколе, Уфе, Казани, Новоуральске, Тульских и Подмосковских областях. СМИ сообщают о взломе спутников. Угроза ракетного удара. Но о россияне многие испугали. Потому что одно дело, когда они по Киеву наносят ракетные удары, а другое дело, когда им на голову эти ракетные удары прилетают. Тогда человек начинает немного больше думать. И, знаете, и патриотизм вот этот вот путинский куда-то быстро испаряется. Путин проводил вчера шабаш, на котором произошло много разных фейлов. Ну, во-первых, одни и те же лица. Но главное из того, что я выбрал, это то, что девочка, которая вышла поблагодарить военного за то, что он спас весь город и детей, посреди текста забыла, что нужно говорить. Это верх лицемерия и цинизма. Ведь объективно смотрят это многие люди. И каждый из этих людей прекрасно понимает, что делает путинская армия. И каждый, кто находился на этой арене, осознает, что они делают. Так или иначе, основания можно придумать любые, но по факту. Люди погибают из-за ракет русских оккупантов. А они показуху выстраивают. Анечка, умничка, не стесняйся, говори. Мы с тобой, мы рядом. Спасибо дяде Юрий за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас с Мариуполя. Украинские каналы не перевели слова Байдена о Беларуси. Во время прямой трансляции выступления в Варшаве президента Джо Байдена ряд украинских телеканалов вообще не стали переводить его слова о белорусах, которые продолжают бороться за свою свободу и демократию. Дикторы украинских трансляций просто перешли к Молдове, будто в речи Байдена ни про Беларусь, ни про белорусский народ ничего не звучало. Четыре из шести украинских трансляций нет ни слова про Беларусь. В одной диктор начал говорить про нашу страну и сразу остановился. Не промолчало только одно украинское СМИ. Правда и те слова перевели не точно. Совпадение это или нет, я не знаю. Мы видим высказывания подалека уровня. Мы не видим антивоенной позиции. Хотя мы уже напоминали за антивоенную позицию. У нас в Беларуси ежедневно сажают десятки человек. Рельсовых партизан садят на 20 лет тюрьмы. Также мы видим новости о том, что украинское правительство блокирует участие белорусов в международных мероприятиях. Видим новости о том, что ЕС не вводит санкции против режима Лукашенко по требованию Украины. Теперь видим игнорирование белорусов и со стороны украинских СМИ. За год войны, по-моему, власти мущие так и не научились разделять белорусский народ и режим диктатора Лукашенко. Либо научились, но сделали свой выбор в пользу Лукашенко. И тут я хотел бы сказать. Я поддерживаю не власть Украины, я поддерживаю народ Украины. Я ненавижу никакую власть. Каждая из власти это узурпаторы свобод простых людей. Я поддерживаю народ и хочу, чтобы этот самый народ высказал свое мнение по данному поводу. Приходит президент Байден, говорит серьезные слова в поддержку белорусского народа, а мы нуждаемся в этой поддержке. Нас в собственной стране стреляли, душили и убивали. Диктатору Лукашенко помогал диктатор Путин, чтобы выщемить нас всех из страны, либо посадить по 30 лет. А кто-то продолжал торговать, кто-то продолжал санкции не выпускать, ну и так далее и тому подобное. Об этом вы и так все прекрасно знаете. Но я еще раз обращаюсь к народу Украины. Как вы считаете, правильно ли договариваться с тем, кто предоставил территорию, чтобы ваших людей обстреливали? Семей, детей, знакомых и родственников? Нужно ли поддерживать того человека или пытаться договариваться с тем человеком, который чинит технику врага? Или пускает на территорию на свою врага, которого обучает, а потом отправляет на вашу землю убивать ваших детей? Нужно с этим человеком говорить или нет? Напишите в комментариях. Послы стран Евросоюза при Евростате согласовали продление санкций против Лукашенко и его окружения на один год. И тут же пришла информация о том, что лукашенковские прикорытники примут участие в зимней сессии парламентской ансамблеи ОБСЕ в Вене, которая пройдет 22-23 февраля. Об этом сообщил член парламента. А так как бы ничего. Тут санкции согласовали, а тут на саммит пригласили. Лукашенковские пограничники опять жалуются на украинских военных. И тут мне слабо понимается, почему они должны себя вести как-то по-другому. С этой границы танки на их землю приехали. Через эту границу путинская армия напала на Украину. Через эту границу пришли те, кто убивал их детей. Какое отношение вы хотите получить? Ну, это несколько видео о витебских коммунальщиках. Точнее, коммунальщиках Республики Беларусь. Дорога, вода и отсутствие чистки снега по всей стране. Это то, чему привел нас Лукашенко. Точнее, это то, что сопровождает нас все 27 лет правления Синепалова, неадекватного диктатора. Что нас ждет впереди? Не хотелось бы даже предугадывать. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока!